Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. Сегодня я буду с XPO RX. Но не как вы видите, по лесу ходить. По лесу будет другой серии. А сегодня мы будем ходить по полю. Посмотрим, что можно найти на поле с XPO RX. Сигнал в земле был 85-90 даже. Довольно-таки глубоко. Сейчас вам покажу. Если пином брать, то вот с самого низа. То есть это буквально вот столько. Вот так вот это было. На самом глубине я выловил... Опа! Канина, крупная конина. Приятная находка. Приятная она тем... Тут я ее зацепил лопатой. Приятная тем, что крупняк есть. Сейчас будем искать. Значит, есть большая вероятность, что и монеты крупные тоже пропустили. Раз такой сигнал пропустили. Вот. И причем Орк с девяткой блондинкой смог зацепить, опять же повторюсь, ну, с глубины где-то 20 сантиметров. Легко, уверенно цеплял. Плюс еще скорня высокая. Поверху цеплял. Так что с запасом взял. 84 сигнал. Так, где-то здесь. Где-то здесь. Поверхности. Так, вот что-то вижу. Что-то вижу. Так, ну это какой-то обломочек. Обломочек чего-то непонятного. Так, сейчас. Ровно 80. 83. Хожу опять-таки, выискиваю сигналы. Все, что отличается от пуговички. И вот нахожу вот такую прекрасную целую. Хочу заметить целую половинку от бубенчика. У нас бубенец. Бубенец был. Как они вот крепились, половинки, я только не знаю. Здесь у нас дырочка. Чуть погнутый, но целенький. Сейчас я его отмою. Так, бубенец, конина. В общем, место интересное. Место интересное. Подхожу я, видимо, ближе к дороге. Две дырочки по бокам. И внутри земля. Вот такой вот бубенец. Половиночка. Целые колокольчики у нас не выживают. Да и бубенцы эти тоже не выживают. Это еще удивительно, что он выжил. Хотя бы половинка. Вот. Металл очень классный. Ему ничего не делается в нашей почве. Оловянистая бронза. Такая прекрасная находка. Итак, вот он почищенный уже. Дома снимаю. К сожалению, как вы понимаете, такие вещи на полях выживают очень редко. Потому что все это пашется. И вот металл довольно-таки хрупкий. Вот у него нижняя часть. Очень похожая, но чуть по размеру не подходит. Буквально. Но нижняя часть была именно такого типа. У нас двух частей. Вот я единственное не могу понять, как они соединяли. Потому что находил отдельные части. Вот это явно от него. Ну, от подобного. А как крепились они, подскажите, кто знает. Видите, как выполнен. Просто есть... В интернете я видел картинку, когда делаются полноценные. Вот у меня пример такого. Это вот, когда бубенчик делается из одного куска. Он изгибается. И у него вот эти лепестки, они... Я вам на схеме здесь картинкой покажу, как он производится. То есть, из одного листа, и они все загибаются внутрь. Вот. А этот именно двухсоставной. И вот как эти две половинки крепились. Кто может подсказать, я буду очень признателен. Вот и небольшая коллекция тех обломочков, которые мне попадались на полях. Видите, они разных размеров. Большие. Можно даже отдаленно услышать тот звук, какой был раньше. И мелкие. Мелкие попадаются. Даже колокольчик попался. И вот его обломки. Есть с надписями. Но колокольчиком еще сложнее выжать. На поле, особенно если большие. Вот маленьким ему как-то повезло. А больших вот только такие запчасти. Здесь даже на маленьком есть цифра. Ноль. То есть, они еще и по размеру нумеровались иногда. А, кстати, есть небольшой лайфхак. Как услышать звон, да? Который они раньше издавали. То есть, вот половинка. Как-то получится. Надо просто взять вот такую штучку. Любую коробочку. Положить туда осколки. Имитировать звон. Отдаленно, я думаю, это напоминает то, что и было. То, как он действительно звенел. Вот вам несколько фотографий из музея и просто хомутов старых. Непосредственно вы можете видеть, где и как крепились эти бубенцы. А вот более современная фотография. На ней вы видите, где непосредственно у лошади крепится этот хомут. И вот вам, друзья, несколько примеров подобных лотов, которые находятся в продаже на сайте Виолити. А также я напоминаю вам, что ежедневно на сайте Виолити выставляется более 200 тысяч лотов различной тематики для любого покупателя. На сайте представлен огромный выбор предметов. От коллекционного напёрстка до гарнитуров мебели. Ежедневно на сайте Виолити регистрируется более 400 новых пользователей. Из них большая часть это новые продавцы с новыми уникальными предложениями. Сотрудники сайта Виолити пристально следят, чтобы все сделки проходили максимально безопасно для покупателя. Также на сайте Виолити есть профильные эксперты, которые помогут разобраться в вопросах, связанных с интересующими вас лотами. Они всегда выскажут своё мнение касательно аутентичности предмета. Ссылку на сайт Виолити вы найдёте в описании под этим видео. Извините, друзья, но сколько же среди нашего брата пи***ов есть? Пи***ть каналы понарыли. Сука, неужели трудно закопать за собой? А потом приходишь на поле, а на тебя с вилами выбегают. И ты думаешь, что такое? Попробуй докажи им, что ты за собой в ямки закапываешь. Извините, 18 плюс в этот момент. Ну просто вот мне сейчас ходить полполя, закидывать за кем-то ямки. Оно мне надо. Суки. Сигналил на 75. В земле, когда был, когда выкопал, уже 77 стало. Так, и это у нас пуговичка старая, с надписями. Сейчас я очищу. Посмотрим, что здесь было написано. Но она вмятая. Как вы видите, и ушко утеряно. Так, сейчас мы попробуем прочитать, что там было. Так, считается вроде нормально. Сейчас покажу. Так, с внешней стороны. С внешней стороны, мне кажется, ничего не было. Чисто лысая была. Солнце. Солнце вышло, а мне плохо видно. Бергман. Высший сорт. Видите? Бергман. Высший сорт. Еще высший и через палочку дореволюционный. Видите, по старому написано. И сорт с вот этим знаком с ять на конце. Бергман тоже с ять на конце. Вот такая пуговка. Снова 77 в земле. И на выходе получилась тоненькая конина. Тоже поздняя, видите, тоненькая. Такая вот ажурная конинка. Еще несколько гильз было. Гильзы не снимаю. Не показываю. Однотипные здесь большие гильзы. Странно. Сначала было 90. А потом решил все-таки катнуть. 53. 53. По звуку, как фольга. Ну и правильно, это никелевые ранние советы. Собственно, и поздние никелевые. Также будут звенеть рядом, как фольга. Так. 53. Или 43. 43 год. 15 копеек 43 года. Первая монета за сегодня. Друзья, в этот раз больше ничего интересного мне на поле не попалось. Далее я продолжил свой поиск в лесу, но об этом смотрите уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю вам хороших находок. С вами был Белый Копатель. Всем удачи. Всем пока.